Встреча с Киевом По 129 жалобам, которые мы подали в открытый диалог и другие организации правозащитные, где было рассказано, сколько людей, как людей преследовали, каких людей, кто. Мы в этот день тоже выйдем на акцию, и мы пригласили прессу. И я призываю наших друзей из других стран, чтобы они тоже в этот день вышли к офисам Евросоюза, а в своих странах и провели подобные акции. Рассказали о том, что у нас в стране жесточайшие репрессии, и что таких вещей не должно быть в 21 веке, что люди имеют право высказывать свою мысль, свои требования свободно. И что никто не должен за это называться экстремистом, террористом, сидеть в тюрьме, получать уголовное преследование. Поэтому я призываю наших друзей в Лондоне, Брюсселе, Южной Корее, Вашингтоне, в Нью-Йорке у нас есть друзья, в Китае. Выходите, ребята, выходите именно с этими акциями во вторник. Выходите к офисам Евросоюза, к посольствам Казахстана. Поддерживайте эту борьбу людей, которые сегодня борются за наши с вами права, за свободу слова. Поддержите вот этих политзаключенных, которые на наших плакатах. Тех, кого преследуют за инакомыслием. Людей, которых сегодня назвали экстремистами, террористами. Незаслуженно, незаконно, не имея на это никакого права, наше государство преследует вот этих людей. И поэтому, если мы 20 ноября выйдем, во всех странах, в которых мы только можем появиться, это будет иметь поддержку. Почему за наши права борются только евродепутаты? Почему за наши права борются только иностранные политики, иностранные правозащитники? Почему мы сами не можем этого делать? Я понимаю, у нас репрессии. Казахстанцы есть во всех странах. Поддержите, поддержите этот протест. Поддержите наши требования. Выходите все во вторник.